Друзья, анпакинг! Я никогда не занимаюсь анпакингом, потому что это пошло. Но, слушайте, в данном конкретном случае, вы не поверите, ситуация критическая. Наш планер, который заряжался с утра, не зарядился из-за того, что бабахнуло что-то на электроподстанции. И свет на одну секунду буквально погас. Но за это время вырубилось зарядное устройство. И планер не зарядился. И чтобы его заряжать и не иметь такого геморроя, я купил вот эту игрушку. О, нет, это одному никак. Держи телефон. Вот такой у нас быстрый. Да, какой он может на землю, он же будет жить на земле. О, моя прелесть. Это электростанция EcoFlow, которая должна давать 4 киловатта мощности. И, скорее всего, будет. И, опять же, здесь 4 киловатта часа электроэнергии. Соответственно, наш планер на взлет обычно расходует 3,5 киловатта часа. То есть, вот это вот может зарядить планер на одну зарядочку. Но здесь есть два входа подсолнечной батарейки, которые тоже уже есть. Соответственно, можно будет зарядить больше, чем 4 киловатта часа. И можно будет, наверное, оставить это вот так в поле, если никто не сопрет. И зарядить, пока мы летаем, чтобы зарядить планер в следующий раз. То есть, по сути, это энергетическая независимость. И главное, что можно даже по-другому оставлять в режиме бокапа. То есть, ты оставил вот эту штуку включенную, подключенную к сети. А от нее уже запитывается зарядка планера. Соответственно, даже если свет мигнул, шмыгнул и так далее, зарядка не отвалится и будет выполнена. Ну, сейчас будем смотреть, что это такое. Да, значит, сверху на нее можно еще кучу батареек загрузить. Я вот сам первый раз вижу, что это за чпунь. Что здесь? Розеточки. 220 вольт, куча всяких вариантов. Здесь какая-то мощная 16 ампер. А, это понятно, эта розеточка такая специальная для, видимо, автодома подключать. Или еще что-нибудь. Я сам, друзья, впервой смотрю на эту штуку. Видите, при вас прям... Ну, как говорят, там unpacking. Я никогда это не снимаю. Но, в целом, как мы сейчас очень спешим, то снимаю. Так, интересно. 12 ампер, 30 вольт, 30 ампер максимум. Это какие-то выходы постоянного тока. Здесь тоже какой-то выход. Так, а где же у него... Где у него кнопка? Ну, судя по всему, вот здесь. И что? Подержать? Нажать? О, да что-то сразу зажглось. 31%. Пустая батарейка. Не поможет. Кот, что делать? Маркис! Кот тоже в шоке. В общем, не поможет нам эта штука сейчас. Мы сейчас поедем на аэродром, подключим к тебе солнечные батареи. Ну, кстати, одна батарея валяется здесь, очень плохая. Я уже купил хорошие. Ну, пока такой быстрый репортаж. Что это такое? Вот, вход 150 вольт, 15 ампер максимум. Я уже разъем такой сделал. Здесь 60 вольт, 20 ампер максимум. Это зарядник на 220 вольт. Быстро, медленно. Это подключение дополнительной батарейки. Это подключение дополнительной батарейки. Ну-ка. А это вообще даже не знаю, какая-то супер-огромная резетища. Ну, вот такая штука. Сейчас мы ее испытаем в деле. Макс, ты куда? Погода бомба. Сейчас как раз нужно срочно зарядить планер и улетать. Видите, осень у нас, но как все замечательно. Тепло, солнышко и потоки даже восходящие есть. А в машину грузит жена. Вон, вези. Только не поломай. 54, 52 килограмма. Нет, нет, с этой, с другой стороны где дверь. Ну, вот, друзья, как жена верная, которая... Так. Здесь, конечно, глубокое свинство. Ну, собственно, снимаем дальше. С чего все начиналось? Так, ну что, я смогу ее подружить один? Видите? Так, подожди. Тут же две ручки, две ручки. Двоем. Ты мне будешь помогать? Жену эксплуатирует муж. О, уже эксплуатировал. Давай. А стопор не есть, чтобы она не каталась? Слушай, да она не укачится. Ну, можно. А сколько у нее? А сколько у нее? А сколько у нее? Всякие разные. Всякие разъемочки. А машину от нее можно заряжать? Можно. Даже автомобиль. А на ней кушать можно? Кушать. Здесь батарейка вторая ставится. Вот, пожалуйста, в Volkswagen T4 вмещается. Вот, кстати, валяются солнечные батареи, которыми это будет заряжаться потом. Красота. Поехали на аэродром испытывать. Жена, спасибо. Прицеп этот, друзья, старенький, ненужный, без документов. Но, видите, превратился в электростанцию и в хранилище. Почему нам нужно хранилище? Видите, на горизонте цирк приехал. Клоуны где-то здесь остались, а цирк там. Поэтому нас выгнали из ангара. Приходится вот так бомжевать. Но я решил бомжевать с комфортом. И чтобы красиво заряжать планер, купил себе вот такую игрушку. Знаете, это всегда... Я считаю, что это всегда оправдание. То есть ты, когда что-то очень хочешь, потом находишь оправдание. Вот цирк приехал, мне негде будет заряжаться. Что будет? Закажу-ка себе такую игрушку. И вот заказываешь, и она идет. Но радости я давно так не радовался. Что хранится в этом прицепе? Барахло. Это запчасти от нового планера Аркуса. Такелажные все принадлежности. И вот этот вот кабель замечательный, который я купил в очень хорошем магазине. Довольно дешево. Это шесть квадратов, четыре жилы. Соответственно, у меня идея, что прицеп будет стоять на улице, а это будет тянуться в ангар, и в ангаре будет залежаться мой генератор. Планер, соответственно. Красную или синюю? Обе. Так, ну что, тык и, соответственно, тык. Что у нас показывает? Как видите, друзья, 141 вольт, 142 вольта. То есть на пределе, сейчас мы этого кофлова будем бабахать. Так она под ногушку упадет. Оказывается, все-таки, я недавно мерил, было 120, но все-таки, видимо, день был, ориентация или еще что-нибудь, или, может быть, было не так холодно. На самом деле, с точки зрения безопасности, надо будет одну панель все-таки убрать. Но сейчас, так как позволяет тест сделать до максимума, если что, мы же ее всегда сможем вернуть. Она на гарантии пятилетней. Бабахнет, значит, уедет производителю. Просядет под нагрузкой, друзья, не слушайте. Панель подключается на холостом ходу, как сейчас. Одно под нагрузкой будет меньше. Но вот эта штука выгорит, если вы дадите больше, чем 150 вольт. Поэтому тут у нас зазор всего в 10 вольт, не очень много. Соединяем и пробуем. Бабахнет или не бабахнет, вот в чем вопрос. Оп, сейчас пойдет дым. Нет, дым не пошел, уже хорошо. Ой, попытаюсь все поломать. Ну-ка. Мы имеем 442 ватта. Да, это он потихонечку наращивает показания. Он включился и постепенно добавляет. Две панели и показывает он суммарную мощность. Да, я ожидал несколько большего. Почему так, я не знаю. Почему вот эта панель не дает... А, я же стою в... Тень я создаю, друзья. Ни в коем случае нельзя создавать тень. Сейчас мы по-пластунски... Оп. Лучше стало 655 ватт. Это какой-то провал. Заработало! Друзья, работает эта штуковина. Много пришлось, кучу всего переделывать. Я сначала там психанул, думаю, ничего не работает, панели не работают. На самом деле, вот эти панели, они действительно работают плохо в рассеянном свете. Но, когда вышло солнышко, они уже шарашат так шарашат. То есть, честные там 900 ватт я с них снимаю. Это по 275 панель. Ну, можно сказать, практически хорошо все. Вот эти панели мне вот маленькие очень нравятся. Я с них снимаю 800 ватт. То есть, каждая из них по 200 ватт. То есть, ну вот, реально 200 ватт и дают. Я просто удивлен. Такого, по идее, и быть-то не может. А эти 275. Но дают чуть меньше. Я долго изучал возможность разного соединения. Сейчас соединение такое. Вот эти параллельно, эти параллельно. И между собой два этих блока последовательно, чтобы получить порядка 15 ампер. И там 100 вольт на 80 вольт на один из входов. Второй вход у нас идет 40 вольт, 48 вольт и порядка 20 ампер. Вот эти панельки соединены тоже параллельно, параллельно и последовательно. По сути, сборка одна и та же. Только здесь у панели 40 напряжение. У этой 24 вольта. Заряжается ли планер? Да он уже зарядился. Смотрите. 2,3 киловатта. 2,8 он давал. Но сейчас, видите, уже конец зарядки. Начинает медленно ток уменьшать. Сейчас солнца уже нет. Но все равно мы... Ну сколько? 300 ватт у нас идет. 300 ватт. 88 процентов. Вот я ставил на зарядку почти заряженный планер. В другом месте заряжался, пока я тут все готовил. Давай 3 киловатта сейчас этого блока идет. Не греется. Вот недавно он сосал. 3 киловатта с него сосало. Без всяких проблем. Вот сейчас, видите, начинает наращивать показания выработки энергии. Сегодня я видел цифру 1,6 киловатта. Вот вся эта сборка. Когда солнышко засветило, так засветило, было 1,6 киловатта. Понятно, что здесь все валяется так вот пока. Провода всякие и так далее. Потому что еще планируется это все к ангару ставить. Но у ангара, видите, сейчас цирк. Цирк приехал. Клоуны остались. Вот где вот эти вот машинки будут стоять. Вот эта солнечная электростанция. Кабель толстенный будет идти прямо в прицеп. Ой, прицеп в ангар. И в ангаре будет стоять планер и заряжаться от солнечного света. Пустячок, а приятно. По самому генератору Delta Pro, конечно, это космический корабль. За эти дни я его изучил. И в хвост, и в гриву. Очень удобно, очень удобно таскать. Конечно, вот эти колесики, это прям находка. Я один его, в принципе, выгружаю прекрасно. Вот эти порты, куда засунуты солнечные панели. То есть, приложение работает хорошо. Я по нему сделаю какой-нибудь побольше обзор. Что он может. Накоплю сейчас материала. Ну вот, кстати, опять. Один. О, один и два киловатта. Ну вот сейчас солнце хорошо светит. Сейчас, может быть, немножко капли дождя мешают, которые на панелях. Хотя они сейчас высохнут. О, прям вот. Ох, как засветило. Что мы имеем с гуся. 1300 ватт. Ну, 1,3 киловатта было. Ну, сейчас чуть поменьше. Вот так вот чуть меняется. Во-первых, сама штуковина поднастраивается под. Потом, видите, солнышко за тучку. Буквально чуть-чуть. Вот сейчас чук. И сразу выработка падает. Вроде как и солнце светит. А вроде как светит и не очень. Пепестрелищка намок. Надо сейчас будет вытереть фонарь. Смотрим, что там у нас. Ну вот. 100% зарядки. Ну, сейчас еще 5 ампер идет немножечко в батарейку. Сейчас у нас балансируется как раз вот тот. Те волшебные проценты, которые ты взлетаешь. У тебя на 200 метрах, на 200 метрах еще батарейка наполненная. Победа, друзья. Победа. То, что я хотел, я получил. Хотя, конечно, в день, когда это мы первый раз запустили, я был сильно расстроен. Сейчас, кстати, работают только вот эти две панельки. То есть, еще вот эти две 400 ватт дадут. То есть, будет еще больше. У меня просто вот этого кабеля параллельного подключения одного не было. Вот я этих панелей перекоммутировал. Я сначала хотел их последовательно. Потом померил напряжение. Получилось 152 вольта. И, честно говоря, страшновато. Здесь 150 вольт максимум. Если будет холодно, то точно бабахнет что-нибудь. У аппарата есть нюансик. Вот эти разъемы абсолютно одинаковые. Если их перепутать сейчас, то бабахнет. То есть, аппарат боится перенапряжения. Ну, по одному гнезду максимум у него 155-150 рабочие. По-другому 60-62 максимум может выдержать. Если перепутать, то может что-то там выгодить. По току тоже есть ограничения. 15 на высоковольтном гнезде. Но на самом деле вот эти панельки сейчас они соединены параллельно. Каждая из них выдает 8 ампер. И получается в сумме там 16-17 ампер. По идее это может давать в идеале. Но сам порт их отсекает. И просто видно, как оно выходит в манеке максимум. И больше уже не плавает. То есть, это свидетельствует о том, что панелька может еще немножко выдать. Но я выбрал все максимум. Выбрал по току. В любом случае, этот эксперимент готовит все к тому, что у нас вот этот замечательный прицеп просто полностью будет переделан в солнечный прицеп. Скорее всего, это будут мягкие панели, которые будут наклеены сверху и сбоку. А еще одну штуку я поставлю. Вот эти панельки собираются на солнечный трекер. Он будет вращаться за солнцем. Тоже такая будет игрушка. Монтироваться она будет вот сзади. Здесь вот будет такая мощная балка. Ромашка такая будет вращаться. В общем, столько, столько у меня всяких идей. Где же мои ученики? Александр, Олег, вам должно быть стыдно? Вы прогуливаете полеты. Все готово. Планер заряжен. Все, можно лететь. А студентов нет. Ну, это какой-то просто, можно сказать, позор. Мы летим! 73% остаток батарейки. Набрали на ядродромом. Облачная с низкой. Ну, сейчас под эту гриду придем, наберем высоту. И будем летать дальше. То есть, вот первый раз за всю историю наших полетов, когда мы взлетели на солнечном свете. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Будем продолжать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин